Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Вы смотрите гай.рф-видеоверсия. С вами Сергей Гурентьев. О том, что произошло в Гае и Гайском районе, хорошего и не очень, мы расскажем прямо сейчас. Программа подготовлена при поддержке гипермаркета «Айсберг». В «Айсберге» в октябре кредит на все группы товаров без первого взноса и переплаты на 24 месяца. Так, Full HD телевизор с диагональю 127 см всего за 833 рубля в месяц. Пока другие копят, вы покупаете в кредит без первого взноса и переплаты в гипермаркете «Айсберг». В начале краткий обзор тем. В Гае при пожаре погибло 3 человека. Бездыханные тела были обнаружены в гараже. Арестовали дом за долги. Судебные приставы провели рейд в Гайском районе. И, чтобы помнили, в Оренбурге появилась аллея в память о гайчанке Ольге Якуниной. В Гае при пожаре в гараже погибло 3 человека. Во вторник утром на пульт 01 поступило сообщение о возгорании одного из гаражей в ГСК номер 8. В тушении приняли участие несколько единиц техники и 18 человек личного состава, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В дальнейшем выяснилось, что в огне погибло 3 человека. По предварительной информации, находившиеся в гараже лица без определенного места жительства. На месте работали криминалисты, следователи и дознаватели отдела надзорной деятельности. В Гай из Оренбурга была вызвана лаборатория МЧС. Причины произошедшего выясняются. В продолжении темы происшествий, следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего гайчанина, который обвиняется в изнасиловании 29-летней женщины. Преступление было совершено в августе этого года. Следствием установлено, что 9 августа около 4 часов утра, находясь между домами 58 и 58А по улице Октябрьской, молодой человек вначале жестоко избил женщину, которая выбежала из квартиры на улицу, чтобы снять с банкомата деньги, а затем, оттащив кусты, изнасиловал. На месте преступления вовремя появились сотрудники полиции, которых вызвал кто-то из жильцов одного из домов. Правоохранители в прямом смысле слова сняли мужчину с гайчанки. Во время расследования молодой человек полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказал журналистам заместитель руководителя отдела Нурлан Кунертаев. К другим новостям. Во вторник в Гай пришла зима за одну ночь. Дороги города превратились в каток. Для автомобилистов наступил так называемый день жестянщика, хотя в городе серьезных ДТП не зафиксировано. Утро вторника началось с нескольких лишь несерьезных дорожно-транспортных происшествий. Так или иначе, сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными на дорогах. В свою очередь, по прогнозам синоптиков, к среде снег сменится дождем. Температура воздуха составит плюс 5, плюс 7 градусов. Так что, судя по всему, этот снег еще растает. Открылся магазин «Ежевика» по адресу улицы Ленина, 1. В широком ассортименте продукты, фрукты, овощи, констовары, игрушки. Свежая, копченая, соленая рыба по приемлемым ценам. 3 ноября в ДК «Горняков» распродажа шуб, норка, мутон, бобер, нутрия от 10 тысяч рублей. Курки, пуховики, пальто, женская и мужская обувь. Меняем старую шубу на новую. Компания «Дом Оренстрой» предлагает. Полинор – это пенополиуретановый напыляемый утеплитель, который подходит для тепла и звукоизоляции практически любых сооружений и конструкций. С этим напыляемым утеплителем очень легко работать. Для работы необходим обычный баллон-полинор, пистолет-распылитель и насадка, которая идет в каждом комплекте с баллоном. По своим характеристикам, полинор превосходит многие теплоизоляционные материалы. В отличие от монтажной пены, прекрасно распыляется, заполняет пустоты и прилипает к стене. Этот утеплитель не требует никаких крепежных элементов, нет стыков и швов. Между стеной и материалом нет зазоров, а значит, стена не будет промерзать. Один из безусловных плюсов – утеплитель можно нанести самостоятельно и без специального оборудования. Справится с этим любой взрослый человек. Скорость работы с утеплителем – квадратный метр за две минуты. При нанесении слоев 5 сантиметров одним баллоном можно утеплить около полутора квадратных метров. Полная полимеризация происходит за 45 минут. Полинор экологичен и надежен, не впитывает влагу, доступен по цене. С помощью напыляемого утеплителя можно обработать самые труднодоступные места и участки сложной формы. ГАЙ. Проезд технологический 3. Телефон 50790. Участник российской гильдии риэлторов. Риэлторское агентство «Арбат» – это продажа недвижимости, собственная база объектов, консультации, оформление сделок. Арбат, город Гай. Проспект Победы 9. Девушки отдыхают 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 С такой необычной инициативой выступили друзья погибшей девушки. Предварительно свои планы молодые люди согласовали с администрацией Северного округа. Чиновники, кстати, также приняли участие в посадке саженцев. Там и объяснили, почему поддержали идею друзей Оли. Подробности в сюжете корреспондентов телекомпании «Регион». Наводить чистоту возле бывшего кинотеатра «Союз» начали уже с самого утра. Задуманные отменять не стали, даже когда пошел сильный дождь. Здесь, на проспекте Дзержинского, собрались только самые близкие друзья, погибшие Ольге Якуниной. В память о подруге ребята решили посадить деревья. 37 саженцев будут украшать новую аллею. Здесь многие восприняли это не очень хорошо, потому что мы написали мемориальная доска. Кто-то подумает, что это дата жизни, смерть, вот такое вот все. Это на самом деле будет не так, это будет какое-то легкое стихотворение. Мы просто сюда это все, мы посадим эти деревья, мы будем сюда приходить. Жестокое убийство в Гае потрясло всю область. Там Ольга Якунина гостила у своей мамы. В ночь трагедии она отдыхала с друзьями в кафе. Заведение находится в нескольких шагах от дома, но пройти их Ольга так и не смогла. Ее тело с многочисленными синяками и ушибами обнаружили утром 21 сентября. Убийцу пока не нашли. Эта история не оставила равнодушными чиновников администрации Северного округа. Они не только разрешили ребятам создать новую аллею, но и сами приняли в этом активное участие. Лучше высаживать вот так вот аллею, деревья высаживать, чем вдоль дорог, когда у нас вдоль дорог или где-то в других местах устраивают памятники буквально. Выставляют там венки, выставляют какие-то это. Да, понятно, это память, это скорбь у людей, это понятно. Но лучше в память посадить дерево, которое будет создавать благоприятные условия для жизни, для других людей. Тем самым памяти это надолго останется. В стороне не остались и другие жители степного поселка. Многие эту трагедию восприняли как свою. Как свое горе. Я отношусь к этому. Я же подошел, я в курсе всех событий, поэтому это нужно. И чтобы таких приключений у людей было вообще меньше. В ближайшее время друзья Ольги Якуниной планируют установить здесь им мемориальную доску со стихами. Какие это будут строки, пока неизвестно. Одно точно, ребята сочинят их сами. Екатерина Тихоненко, Владимир Семенов. Наше время. На минувшей неделе сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие НЕВАД. В частности, рейд по выявлению водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, прошел на выезде из города в направлении Башкортостана. В НЕВАД полицейских нетрезвых водителей не попалось. Однако в отношении восьми участников движения были составлены протоколы за различные нарушения. Результатом работы на сегодняшний день водителей в состоянии опьянения выявлено пока не было. Работа продолжается. Сейчас на данном месте составлено восемь административных правонарушений. Это как и не пристегнутые ремнями безопасности, неоплата административного штрафа технии, справности и управление транспортным средством с невключенными световыми приборами. По предоставленной статистике, за 9 месяцев текущего года госавтоинспекторы выявили на дорогах города и района 97 пьяных водителей. 140 водителей от прохождения мета-свидетельствования отказались. Нетрезвый водитель представляет наибольшую опасность для всех участников дорожного движения. Так, на территории Оренбургской области произошло 100 ДТП по вине людей, управляющих транспортным средством в алкогольном опьянении. В этих происшествиях погибло 13 и было ранено 148 человек, происшествия, виновниками которых становятся водители указанной категории, как правило, являются самыми резонансными. В Гае живет поющая семья. Поликановы заслужили творческий титул в Красноуральске. Конкурс «Поющая семья» проводился среди предприятий УГМК впервые в честь 15-летнего юбилея компании. Наш город гайчане представили достойно и заняли первое место. Кадры комментирует Валентина Демидова. На суд жюри гайчане представили песни «Счастье лети», «За Уралом, за рекой» и «Как жизнь без весны» из кинофильма «Гардемарины вперед». Своей сплоченностью, артистизмом и обаянием Поликановы покорили красноуральского зрителя и заслуженно взяли первое место. Гран-при досталось хозяевам мероприятия. К слову, такая сплоченность у Поликановых не только на сцене, но и в быту, несмотря на то, что всей семьей им удается собраться достаточно редко. У нас сын старший, мы сейчас очень редко видим, все он учится. Ворский уезжает утром, приезжает поздно вечером, мы видим все мало. А здесь мы виделись практически целый день, вечерами полностью мы вместе, то есть не до гулянок особо, не до каких. Вот получается, что... У нас с этой женской жизнью, чтобы поездка у нас была такая совместная, это первый раз. Свободным временем не обладали и старшие Поликановы, оба трудятся в Гайском ГОКе. Но, несмотря на такую занятость, вся семья не пропустила ни одной репетиции. Результатом такого творческого труда стала высокая оценка зрителей, которые от выступлений Гайской семьи были в восторге. Нас знают, нам кричат, нам аплодируют, и браво, и свисты, и все остальное. И пишут до сих пор в интернете, я открываю интернет. В личке все. Да, выставляете сообщение, открываю Косноуральцы, женщина одна, вторая, потом женщина. Почелов там. Вы нам очень понравились, мы болели за вас, да, вы самые лучшие, вы знаете, так приятно. Приходим в город. Все члены этой семьи на самом деле поющие, и выступать перед зрителями для них не впервые. Папа Владимир окончил музыкальный колледж имени Ростроповичей. Сын Владислав – выпускник вокального ансамбля «Фантазия», руководитель Лариса Балконова. Дочь Юлия в настоящее время занимается вокальным коллективом «Фиеста» под руководством Татьяны Головановой. Немного сложнее было маме Ольге, которая в свое время в районном Доме культуры выступала в группе «Сударушка», но профессионально, как остальные члены ее семьи, вокалом не занималась. Семьей Поликановых работал практически весь творческий коллектив Дворца культуры Горняков. Увидит ли гайский зритель выступлений семьи Поликановых на сцене Дворца культуры, пока неизвестно. Однако у наших зрителей есть возможность увидеть фрагменты номеров, которые так покорили красноуральского зрителя. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Радиокомпания «Евразия». В конце выпуска о погоде в ближайшие дни в Гае-Пасмурно возможны осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем до 7 градусов тепла. А вот к пятнице ожидается похолодание до минус 5, минус 8 градусов. Программа была подготовлена при поддержке гипермаркета «Айсберг». В «Айсберге» в октябре кредит на все группы товаров без первого взноса и переплаты на 24 месяца. Так, холодильник «Бош» высотой 185 см всего за 645 рублей в месяц. Пока другие копят, вы покупаете в кредит без первого взноса и переплаты в гипермаркете «Айсберг». На этом наша программа завершается. Новости города, района и области доступны вам на портале гай.рф. До свидания и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова